Футбольный турнир среди сборных спортшкол переехал в Сочи из Саранска. Два года подряд он проходил в столице Мордовии. Сменить площадку решили, изучив возможности курорта. Отличная спортбаза, теплая погода, а главное – наличие полей с натуральным покрытием, каких Саранск предложить не мог. В турнире среди сборных спортшкол принимают участие футболисты 17-19 лет. Для игры в детских и юношеских соревнованиях по возрасту они уже не подходят, а для участия во взрослых турнирах пока не доросли. Поэтому именно такой турнир – отличный выход для футболистов не потерять форму и набрать мастерства перед взрослыми чемпионатами. У элитного подразделения, у московских команд, там, Санкт-Петербург, эти ребята уже в дублях, ну, естественно, они сюда приехать не смогли. А вот среди клубов первого и второго дивизионного у них же нет дублей, и ребята, как бы, они, ну, получается, как бы брошенные, и вот они охотно в этих соревнованиях участвуют. На соревнования в Сочи приехали шесть сборных – из Орла, Омска, Кемерово, Саранска, Воронежа. Наш край на турнире представляет команда Краснодара, кстати, один из фаворитов турнира. В первом матче кубанские футболисты, они играют в синей форме, встречались с командой Омска. Еще в стартовом отрезке игры Краснодар остался в меньшинстве. На перерыв команды ушли со счетом 1-0 в пользу омичей. У нас быстрое удаление, буквально уже шестая-седьмая минута удалили игрока нашего. Там заслуженно, здесь нет вопросов. Ну, естественно, конечно же, немножко поломалось тактически, тактически сложнее стало. Поэтому это немножко повлияло. Ну, еще один тайм мы будем стараться. В перерыве тренер Краснодара настроил своих подопечных на серьезную и непростую борьбу. Ожидания наставника футболисты оправдали. Команде удалось переломить ход игры. Итог 2-1 в пользу кубанских спортсменов. Вторая игра Мордовия-Кемерово закончилась с хоккейным счетом 7-1. Выиграли футболисты из Саранска. Впрочем, у команд еще будет возможность отыграться. Итоги соревнований подведут 9 апреля. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.